привет ребятки готовимся с вами к прямому эфиру я бегу на улицу чтобы проводить его на свежем воздухе сяду за стол здравствуйте здравствуйте всем доброго вечера дня утра что у вас сейчас там и я снова в прямом эфире выхожу к вам видите не часто не всегда получается иногда бываю очень занят особенно сейчас момент переезда и сегодня как я и обещала как я и анонсировала я хотела бы провести прямой эфир полезный прямой эфир с полезным человеком который будет сегодня говорить с нами о здоровье мы все с вами уже сейчас поняли особенно в тех событиях которые происходят в мире сегодня что вот эта вся традиционная медицина я об этом вам уже говорю несколько лет но люди наконец только сейчас многие начали просыпаться и понимать что в первую очередь здоровье нас самих или это наша собственная ответственность ни в коем случае перекладывать ее на доброго дядю врача который хочет вам только добра но это смешно уже давно все поняли что это в первую очередь нужно вам поддержание этого здоровья до применение разных превентивных мер чтобы потом в моменты ко всяких там эпидемии или сложных ситуаций в сезонных каких-то эпидемий быть здоровым это нужно делать самостоятельно и это не однодневная работа это образ жизни это образ питания это образ мышления и так далее очень много всяких аспектов но все же иногда конечно же мы все знаем что организм это такая очень тонкая тонн тот тонкий механизм внутренний который иногда ломается надо дает сбои мы же не можем мы не идеальны мы люди мы можем иногда поэмоционировать и у нас происходят различные ситуации в жизни когда мы к сожалению не сможем удержать свои эмоции и понервничаем сильно да скажем так и тогда какие-то нарушения в пишу все болезни в первую очередь конечно же от стресса и мы все об этом с вами знаем иногда стресс невозможно сдержать да вот поэтому иногда врачи нам требуются я сегодня подобрала для этого прямого эфира очень классного интересного специалиста который проработал в области медицины свыше 35 лет это не просто человек который начал сразу с интегративной медицины вот этой к превентивной а который попробовал себя и в традиционке тоже да и несколько лет человек мне несколько много лет работал в обычном режиме штатного врача и наблюдал внимательно я думаю что вот ольга сама вам лучше об этом расскажет и что на самом деле происходит за завесой а вот традиционной медицины и как не вестись на поводу у того что общепринято в ну в нормах да и как вообще следить за своим здоровьем и какие на какие звоночки обращать внимание при тех или иных заболеваниях она вам сейчас как раз таки расскажет вот смотрите уже многие пишут что очень давно подписаны на ольгу да действительно сейчас у меня в гостях прекрасный специалист я добавляю ее к нам в прямой эфир ольга здравствуйте здравствуйте так вы да сделайте чтобы у вас было хорошенечко видно вот отлично чтобы люди да знали своих героев лицо да вы все правильно говорили александра медицине я уже да действительно больше тридцати лет и более двадцати лет занимаюсь альтернативной народной медициной вообще правильно говорить традиционная медицина это народная медицина это традиция понимаете просто все перепуталась мире и сейчас люди понимают традиционную медицину когда таблетки уколы и операции А нетрадиционная – это травы, еда и всё остальное. По сути, традиция – это народ. И поэтому традиционная медицина – это есть природная медицина, это есть природа, это есть здоровье от природы, это есть здоровье от национальных каких-то особенностей, привычек. А всё, что остальное, всё, что химическое, это не традиция. Понимаете? Это человек уже сам придумал. Абсолютно согласен. Мне бы хотелось, знаете, да, у нас времени так много, я не хочу много о себе говорить, сейчас есть интернет, кому будет интересно почитать, посмотреть. Мне больше бы хотелось, знаете, о чём рассказать сегодня, чтобы быть действительно полезной для ваших людей в вашей группе. Может быть, кто-то уже знает даже и слушает нас, и раньше слушал, а кто не знает, тем более, хотелось бы больше дать информации именно о том... Я долго думала, ну как долго думала, в принципе, не так долго думала. Мы с тобой же разговаривали, и мы решили, что расскажем либо о почках, либо о печени, что-то одно, но чтобы интересно, нужно использовать для дела было. Но я поменял свой план, Саша, честно, я тебе хочу сказать. И я решила начать, знаете, с чего? Я решила начать с диагностики. Дело в том, что... Ольга, скажите, пожалуйста, у вас сейчас Wi-Fi хорошо настроен? У вас сейчас прям вот очень хорошо, потому что, да, вас видно и слышно так себе, скажем. Ну, не ужасно, но не супер. Может быть, попробуете как-то переключиться на LTE, а не на Wi-Fi? Может быть, у вас Wi-Fi там хромает немножко? Лучше стало. Что-то мы поменяли, сейчас лучше стало. Сейчас лучше стало. Для меня нет. Для меня нет. Давайте посмотрим, что скажут ребята. Ну, давайте... Слышно хорошо, картинка теряется. Да, я согласна. Ну, что на меня смотреть-то? На меня смотреть не обязательно, главное, чтобы слышно хорошо было. Потому что информация... Ну, я согласна, если честно. Согласна? Ну, для чего тут? Информация будет очень полезная, и главное, чтобы было хорошо слышно. Так, куча сейчас информации у нас благотворительной и в интернете, и на Ютубе, и на сайте у нас. Поэтому, кто хочет разглядеть, разглядит. Главное, чтобы люди услышали. Ой, Ольга, один холистический массаж на Ютубе ваш чего стоит? Вообще, в принципе, каждому, кто сейчас смотрит эфир, я искренне рекомендую сразу после эфира бежать и изучать холистический массаж Ютуб Ольга Гуреева. Обалденная штука, которую должна знать каждая мама. Просто как опцию. Да. Ну, давайте, я не буду вас перебивать. Рассказывайте. Да, я хочу начать... Ну, вообще, вы начали про холистический массаж, конечно. Дело в том, что, действительно, я второе высшее образование получила, это психологическое. Потому что все болезни от нервов, вы совершенно правы. И... Но дело даже не в этом. Давайте все-таки с диагностики начнем. Смотрите. Очень важно. Очень важно знать некоторые моменты. Конечно, все диагностические моменты мы с вами за час никак не успеем разобрать. Но хотя бы основные, основные, чтобы хотя бы с чего-то начинать. А дальше, а что делать? Вот это вы должны уже попробовать. Попробовать, я думаю, кто захочет, обязательно попробовать. Итак, первое. Проведите тест у себя дома, в семье. Может быть, даже кто-то знает. Прямо для себя какие-то галочки ставьте в уме или на бумаге, кто как хочет. Значит, вы берете и проверяете свои почки. Как работают ваши почки. Более свеклу примерно с размера вашего кулачка. Берете свеклу, можно свежую, можно отварную, пожалуйста, кто как хочет. Съедаете на ужин свеколку. И дальше собираете утреннюю мочу. Только обязательно в стаканчик прозрачный, чтобы было видно, действительно, моча окрасилась или не окрасилась. В норме, идеальной, когда почки работают качественно, когда фильтрационная способность почек не нарушена, моча не должна окрашиваться в красный цвет. Чем ярче ее окрашивание... Совсем-совсем, даже розоватый не допустим, да? Вообще, если окрашивание присутствует в легкой степени, умеренной или выраженной, у нас одна пациент вообще скорую вызову после этого теста, подумала, что у нее там кровь в моче пошла до такой степени, прямо свекленно-красный цвет мочи у нее. И, значит, чем ярче окрашивание мочи в красный цвет после свекольного теста, тем больше засорены фильтры почек. Я, когда изучила эту методику, я решила проверить на своем сыне. У меня чуть побольше детишек, чем у вас. У меня шестеро детей и трое внуков. Я уже четвертого внука. Скорую буду, да. Поэтому я решила тогда, это было 20 с лишним лет назад. Сейчас он уже папа, конечно. Вот. Он тогда ходил в садик. Я решила в группе благотворительно провести диагностику. Мне это было интересно. Думаю, проверю, как же дети, которые здоровые, ходят в садик, у них анализы все хорошие, ничего не беспокоит, как же у них работают почки. Я договорилась, значит, их покормили свеколкой всех и собрали мочу в горшочек и посмотрели. И, знаете, из всей группы 95% детишек, здоровые дети, у них ничего не болит. Вот они в садик ходят, бегают, играют, все нормально. У них моча окрашивается все в красный цвет. У кого-то в легкой степени, у кого-то умеренной, у кого-то сильно яркой. А жалоб никаких нет, понимаете? То есть вот этот тест, он показывает начальные, доклинические проявления. То есть как врач я диагноз никакой еще не поставлю, понимаете? То есть человек здоровый, ребенок, это взрослая, разница, а то он здоровый, но жалоб нет. Но фильтрационная способность почек уже нарушена, и в результате свекольный тест у этого человека будет положительный. Понимаете, все. Это весточки начальные, доклинические. То есть кровь, моча, УЗИ, по почкам будет все нормально. То есть если ко мне придет пациент и скажет, Ольга Евгеньевна, у меня с почками все вообще идеально, что вы мне тут говорите по почкам? А у него, к примеру, поясница болит. Кстати, боль в пояснице все знают, либо у стеохондроз, либо почки. Так или нет? Это тоже, кстати, к почкам относится. Ну вот. Вот это первый тест. И когда мы проводили, значит, отдачу симптоматика, отдачу я взяла и как психоневролог, еще посмотрела. У меня первичная специализация в вертеброневрологии, мануальная терапия. И родители с удовольствием благотворительно согласились, чтобы я посмотрела их из детишек. А там тоже 95% уже, они сейчас в школу не ходят. На школу же все раньше, что парты там, рюкзаки. Да. Парфели бы сели раньше, сколиозы, нарушения осанки, да? Все встали у него в школу. Какая школа, они в садике, они еще за парты не сидят. У них 95% всех нарушений осанки. У кого плоскостопие, такая стопа, либо такая стопа, разъемка. У кого сколиоз, у кого гиперкифоз, у кого живот торчит, как беременный уже ребеночек, да? Да, гиперлордоз у него. Да, да, да. У них еще боли нет в позвоночнике. Им еще грыжи, остеохондроз никто не ставит. Но у них уже есть нарушение осанки. А осанка отвечает тоже почке. За кальциевый обмен, за костно-мышечную структуру у нас отвечает, в частности, левая почка. И если функция ее будет снижена по какой-либо причине, у ребенка будет первично плоскостопие, которое, кстати, детям хирурги говорят, вы знаете, до трех лет это нормально. До годика у ребенка, ну максимум до трех. Стопа должна быть, к трех годам уже свод должен быть сформирован, и плоскостопие быть не должно. Это тоже нарушение костно-мышечной структуры. И это относится к почкам. А у нас ортопеды-травматологи этим занимаются, они к почкам отношения вообще никого не имеют. Понимаете, в чем дело? Ну и анализы-то все хорошие, лечить почки не будет. Ну вот, вот по почкам. Далее, по почкам можно дальше много еще. Скажите, ну вот вы столько уже всего перечислили. Ольга, Ольга, можно я вопрос задам? Потому что я представляю, сколько сейчас мам смотрят, и они уже узнают вот эти симптомы у своих детей, что тоже есть вот такая особенность и такая особенность. На что обратить внимание, что сделать? Ребят, тихо, пожалуйста, у меня прямой эфир. На что обратить внимание? То есть что уже предпринять мамам, у которых развивается у деток стопа? Там ходить бы сечком больше, не знаю, по шишкам, по травке. Это все хорошо, закаливание, обливание, конец. Или если уже есть такая проблема? Если причина заключается в недостаточности работы почек, значит, чтобы восстановить костно-мышечную структуру, в том числе нарушение осанки, волосы, ногти, зубы, все, что касается кальция. А кальций касается, между прочим, не только костно-мышечная структура. Кальций принимает участие в иммунитете. Он используется в организме, в нашем сайте, в проводимости миелиновой оболочки, то есть скорость реакции, то есть нервная система, психика, эмоциональный фон тоже зависит от кальция. От него зависят работа всей эндокринной системы. И так дальше можно продолжать без кальция. Практически у нас с вами не работает ни одна система. Это нужный микроэлемент для организма. Что делать? Это костно-мышечная структура. Поэтому если я буду дальше продолжать по недостаточности работы почкам, ну, это надо будет несколько часов. Мы, конечно, семинары проводим, там пятидневные. И вот у нас один день, полностью один день, мы посвящаем только почкам одним. Сейчас, сейчас, конечно, я вам скажу общие моменты. Однозначно. У нас и цель, чтобы дать людям информацию, чтобы они что-то начали уже делать. Поэтому самое главное, простое, это начать пить воду. Чистую, не кипяченую, фильтрованную воду. Не кипяченую, все травы, умничка. Все травы, чаи, которые вы завариваете, нужно использовать температурный режим воды для заваривания не выше 70 градусов. Вода должна быть 70-80 максимум для того, чтобы сохранить качество структуры воды. Если вода уже 100 градусов, это кипение, бурление и выше, такая вода, она уже не будет работать, как переносчик и транзит для всех питательных веществ в клетку. Очень важно, очень важно. То есть почка будет пухнуть, понимаете? Ой, ну и почка в том числе, любая клетка, она будет набухать. Человек скажет, вы знаете, я пью Ольга Евгеньевна. У нас вот национальность особая есть в городе Ижевске, маленькая такая у нас, Удмуртия, но у нас есть целый район Татар-Базар. А они любят, значит, пить чайник. У них прям чайник стоит все время на плите, то есть они пьют крутой кипяток, они пьют действительно полтора-два литра, некоторые три даже. То есть по общему объему они все идеально. Но качество этой воды нарушено, вы же знаете, у них треская кожа, отеки, гипертония и так далее. То есть все симптомы, когда почки уже не справляются со своими, не только окрашиванием мочи первично, как у детишек, а дальше уже другие моменты. И отеки, и остеохондрозы, и грыжи, и давление, и все остальное, понимаете? Психологический аспект почек это, кстати, страх. Почки дают страх. Там есть две крайности. Либо страх, то есть такие люди, они сомневаются, все время что-то боятся, они всегда думают, а вдруг, а если, понимаете? И другая крайность недостаточности работы почек, это когда, наоборот, бесстрашие, это полностью противоположность. Это люди, которые гоняют под 120-130, где надо ехать 40-60, например, или прыгают с мостов, там еще откуда. То есть такой риск, который необоснованный. То есть не кого-то защитить, там, жену, мать, дочь, родину, еще что-то, кого-то, да? Потрясающе. То есть вы как доктор сразу обращаете внимание на все эти детали. Это им удовольствие. Он таким образом восстанавливает свой гормональный фон, потому что как раз в почке вырабатывают надпочечники, в частности, гормон, кортизол. Это мощный лекарственный препарат. Если функция почек снижена, у человека общий иммунитет, все обменные процессы тоже будут нарушены. Там все нарушается, понимаете? Кстати, вот в восточной медицине почки считаются главенствующим органом, который принимает участие в развитии всех болезней. К сожалению, вот в нашей медицине славянской является таким органом, думаете, какой орган? Это не почки, соответственно. Кишечник, не знаю. Ну ладно, давайте я не буду время дорогоценное тратить. Желчный пузырь. Желчный пузырь, друзья мои. Такой маленький орган совершенно, да? Он запускает все механизмы работы всего желудочно-кишечного тракта. Такой маленький полый орган. Он не болит так же, как и печень, поэтому его никто не лечит, в принципе. И если нарушен отток желчи, нарушается полностью сварение, нарушается ферментная работа. Это система всех органов, дисбиоз кишечника, а дальше инвазия процветает, будет гельминтная вирусодержит бактерии. Ну и потом целая цепная реакция. И будут лечить уже что-то другое. А желчный пузырь, ну подумаешь, перегиб, затяжка, сфинтороги закрыты, еще что-то. Ну и он же не болит, что его лечить-то. Болит уже коленка там, пальцы нет, волосы поседели там, еще что-то. В общем, другие уже симптомы будут. Поэтому, кстати, для желчного пузыря характерна головная боль в височных областях. Очень часто головная боль в височных областях. Сейчас минуточку мы поменяем, может быть, что-то исправится со звуком, с видео. Сейчас 5 секунд. Звук-то хороший, а вот видео, Ольга, вас не видят совсем. Знаете, нет этого контакта в глаза. Ах, вышла Ольга. Сейчас, наверное, добавится еще разочек. Так, ребят, да, вот хочется очень, когда человек с тобой говорит, чтобы быть вот этот контакт глаз, когда вот эта мимика, это очень такой момент, очень хой, прям вот, не знаю, прям вот внутренне. Есть такой у меня тоже запрос. Хочется, чтобы Ольга была видна. Я пока на время включу комментарии. Не знаю, поменяется что-то с комментариями или нет. В принципе, у меня интернет хороший. Вот меня видно нормально, ребят? Скажите мне по звуку, по изображению. Как наша беседа с вами складывается. Расскажите, как вы ощущаете. Блин, мне так интересно, чтобы поскорее подсоединилась она обратно, потому что эта информация прямо моя. Я такую информацию как губка впитываю. Я обожаю все, что связано со здоровьем. И вот такой вот диагностика интересной, разносторонней. Вам меня видно, да? Слышно. Вижу ваши пальчики. Все хорошо. Пробую подсоединить снова Ольгу. Так. Ольга, ждем вас. Подсоединяется. Да! Лучше стало. Видно, да? Теперь лучше стало. Ну, хорошо. Давайте так попробуем. Значит, мы с вами остановились как раз на желчном пузыре. Я вам сказала, что так немножко пробежимся, хотя бы по чуть-чуть, чтобы представление имели. И вот люди очень часто жалуются на головную боль в височных областях. Голова же болит, виски, да? Ну, естественно, кто лечит? Невролог или терапевт? Симптоматическая терапия? Анальгетики, спазмолитики. Вот. А, это, оказывается, желчный пузырь. У нас есть одна значимая точка. Если на нее нажать, если знать сюда нажать, то головная пузыка будет падать в височных областях. А люди годами, десятилетиями, пил с таблетки. Я знаю, прям такие пациенты приходят с головными болями, особенно в височных областях. А, оказывается, надо просто сфинктер, надо просто расслабить сфинктер и наладить отток желчи, потому что застойная желчь, она очень ядовитая, токсичная. И у человека с застойной желчью, ведь даже в народе, как говорят, какой желчный человек, понимаете? Это гневливый, злой человек. Естественно, у него все везде болит, беспокоит, и вот проявления могут начинаться, да. Здесь какие-то высыпания могут быть, пульсирующие вены у детишек очень часто. Вот ребенок родился маленький, вот и кричит сутками он. Нога не сучит, кричит, вены выпирают в области висков. То есть даже таких крошечек вы знаете, как полетить, да? Да. То есть даже таким малышам можно помочь. А ему нужно нажать на животик, сделать вятский массажик живота, он к тебе прокакается, прописается, брюшное давление сразу же спадает, гипертензионный синдром уходит, голова освобождается, ему хорошо. Он прямо на массаже тут же засыпает, понимаете? Ольга, а как людям, которые не доедут до Ижевска, как им научиться таким массажем, вот если вот прям вот прижало? Ну, давайте мы с вами будем все по порядку. Я сейчас не буду смешивать диагностику с рекомендациями, со здоровительной практикой. Давайте все-таки, чтобы какая-то система была. Мне нравится, когда есть система, а то будет полностью каша. Сейчас мы немножечко по диагностике продвижимся, чтобы вот моя цель сейчас, честно вам признаюсь, моя цель вас заинтересовать в вашем собственном здоровье, людей заинтересовать. Что многие люди, вообще то, что я сейчас говорю, это пропедептика, третий курс. Мы это сдавали все в медакадемии, это было уже 30 с лишним лет назад, уж почти 40 скоро будет, когда я училась в мединституте, на третьем курсе сдали на пропедептику и забыли, понимаете? Вот. А наша задача знать о себе, знать о себе и пользоваться тем даром, который нам дала наша история, наши предки. Ведь раньше люди знали без МРТ, без УЗИ, они могли посмотреть на лицо, вот оно лицо, вот у нас такой атлас есть в помощь. У нас на лице есть все традиционные зоны, и по лицу уже даже не раздевая человека, можно много сразу чего сказать. А если уж он рот откроет, произнесет звуки, а если он уже заговорит, можно вообще по телефону уже ставить диагноз. И так раньше было, понимаете? И многие обижаются, когда я провожу консультации онлайн, мы уже много лет их проводим. Ну, разные причины бывают, когда к нам не могут приехать, а сейчас вообще никто не может приехать, потому что у нас и у вас шлагбаум сейчас закрыт, да? И вот, и так интересно. И иногда я уже даже знаю, что он мне сейчас скажет, какие жалобы, и мне уже хочется ему больше дальше рекомендаций дать. А человеку же надо высказать. Некоторые обижаются, что я их не слушаю. Ольга, можно я поделюсь немножко своим опытом с вами работы, как неделю назад, когда у меня Дэну стало вдруг внезапно плохо, я к вам обратилась, и буквально за пару минут разговора с американцем, когда я начала объяснять, что конкретно его беспокоит, Ольга сразу нащупала слабые точки, там, вот этот орган страдает, вот тот орган страдает. И вы знаете, Ольга, после, и вы мне порекомендовали ряд всяких рекомендаций, да, там, ну, по диете, по манипуляциям, пришел остеопат и подтвердил ваши данные по телефону диагностические рекомендации. То есть вы сказали, вот этот орган ослаб, и остеопат сказал, да, я тоже вижу ослабление именно в этом органе. Так что, да, действительно. Ну, конечно, остеопатические практики у нас тоже есть такая услуга, называется крайне сакральная остеопатия. Это классные вещи, просто если ее применять вместе с работой с брюшным мозгом, а если еще вместе с расслаблением вот здесь, поэтому люди за две недели, они полностью вновь рожденными становятся, если в системе все проводить качественно, да, независимо причем от возраста, и 80 лет пациенты под 90 лет. Ой, Ижевск, как я вам завидую, Ижевск просто вообще в фейворе сейчас. Вам очень повезло, что у вас есть специалисты. Ну вот, а мы не прекращаем работать, у нас местные им-то разрешают, местные приходят, им хорошо, сейчас тут просторно, вот, а все остальные, конечно же. Ну ладно, я думаю, что наступят хорошие, добрые времена, и вообще, в принципе, чтобы быть здоровым, не обязательно к нам, Ижевск, приезжать, я вам честно скажу, надо просто немножечко знать себя, и просто немножечко знать некоторые техники, которые простые, а не бабковские, но о них немножко позднее. Давайте сейчас все-таки еще, мне хотелось бы сказать еще об одном важном органе, с которым, в принципе, мы всегда начинаем оздоровление, потому что это тот орган, который кумулирует в себе, то есть копит в себе все токсины, все шлаки, и там живет грибница. Вы знаете, сравнить можно с грибами, которые растут в лесу. Вот грибы же, они в разных местах вырастают, да? А грибница, корень, грибница, она находится под землей в определенном месте, а грибочки с этой грибницей, они в разных местах вырастают. Так вот, основная грибница у нас, основная грязь, я бы сказала, где растут действительно грибы, в первую очередь вирусы, грибы, бактерии, первичные вообще гельминты, инвазия гельминтная идет первичная. Я пока не буду вам ничего доказывать, можете соглашаться со мной, можете не соглашаться, просто за час невозможно все дать. Я просто говорю вам, как в жизни есть на самом деле физиологически, первичная инвазия гельминтная идет, а потом уже все остальное. Так вот, вот они как раз процветают и развиваются где? В кишечнике. В кишечнике. И поэтому, как ты можешь оздоровить и вылечить, и избавить человека от какого-то недуга или заболевания, если у тебя там бардак, вы понимаете? Кстати, приведу вам маленький пример. У меня была пациентка, я тогда еще неврологом работала, клиническим ординатором, стационаре автозавода на труда у нас. И вот ко мне, значит, а заведующая мне разрешила, у меня был свой кабинет, как у мануального терапевта, я начинала с мануальной терапии, в ортеброневрологии, первичную свою медицину. И у меня был свой кабинет, и она мне разрешала. И ко мне с улицы приходили пациенты, тихонечко поднимались, хоть и стационар, как-то так спокойненько у нас относительно было в этом плане. И вот приходит пациентка, значит, она какала, сейчас скажу вам, раз в месяц после общения с ней. Я обычно раньше спрашивала, у вас регулярный стул? Ну, когда консультацию проводишь, для меня это важный критерий, оценки здоровья работает. Между прочим, раньше лошадей выбирали, вообще животных, скотину, когда покупали, выбирали, как? Смотрели на зубы и смотрели, что выходит с него. Если зубы целые и стул сформированный, регулярный у животного, значит, оно тебе пользу принесет и будет долго служить. У людей точно так же. Ну, еще цари выбирали по коже. Они смотрели, чтобы на коже не было ни одной точки. Знаете, то есть королева, принцесса, она должна была быть с идеально чистой кожей. Сейчас дети изначально рождаются с пигментными пятнами. Ой, вы что, у нас это с рождения. То есть уже с рождения изначально недостаточно с работы печени, если пигментное пятно, понимаете, в чем дело? То есть кожа должна быть идеально чистой. Ну, ладно, я на кожу перешла. Я сейчас прокал все-таки, да, вернусь. Хочется много вам сказать, чтобы... Блин, это так интересно. Я уже все, я к вам уже на результате записалась. Это действительно интересно, это выхватывает, потому что это я, это ты. Понимаете, это наш организм с вами. И мы его не знаем. А мне хочется, чтобы вы хоть чуть-чуть побольше начали знать после нашей встречи. И вот я про кишечник сейчас возвращаюсь. Она говорит, знаете, у меня регулярный стол. А в норме регулярный стол – это когда человек какает столько раз в день, сколько он ест. В среднем люди едят три раза в день. То есть идеально человек взрослый должен какать три раза в день. Грудной ребенок... Саша, ты скоро уже будешь четырежды мама, и ты должна, наверное, знать, что грудной ребенок сколько должен раз в день какать? Скажи-ка мне, красавица. Покушал, покатал. Молодец. В среднем кушает ребенок шесть раз в день. То есть примерно через три часа. Значит, шесть раз в день грудной ребенок должен какать. А к нам сейчас приводят детишек маленьких, грудничков. И педиатр у нас, я не знаю, как у вас, у нас педиатр говорит, это нормально, если ребенок какает через день, раз в неделю. Для них это нормально. Педиатры говорят, что это дисфункция... Я тоже слышала, да, такие. Это просто дисфункция кишечника. Это просто вот у него еще пока что... Вот он адаптируется. Что значит адаптируется? Шесть раз ест, шесть раз должен какать. Вы понимаете? Взрослый три раза его. Но давайте для взрослых пока, детей пока в следующий раз оставим. Смотрите, стул какой должен быть? Некоторые говорят, у меня... А, я подождите, пример расскажу этой женщине. Вот она говорит мне. Да, да, да. Я регулярно... Как она вылезла вообще? Раз в месяц, можешь себе представить? Саш. Нет. Я говорю, это вы как видите, как? Вот, может быть, когда заболели сейчас, вот около года, так, она год уже болеет, по больницам ей диагноз поставить не могут и выписать не могут. И она вот все обошла. Психиатров, хирургов, терапевтов, кого там можно было всех. Ей ляпароскопию, дырочку в животе делали, смотрели, нет ли там опухоли. Значит, у нее было две жалобы, кстати. Головная боль непроходящая и общая слабость. А женщина, трудоспособный возраст, 45 лет примерно, и думали, что она симулирует, психиата пишет, психопат нет, терапевт терапат нет, невролог, неврологический статус без особенностей, все здоровое. Кровь, моча, УЗИ норма, анализы все идеальные, а у нее слабость и головная боль. С таким диагнозом, с такими жалобами врач не может поставить диагноз. Это две жалобы, которые можно к любой болячке приписать, понимаете? Да. Она действительно не может работать, у нее, потому что токсикоз. Представьте, 45 лет какает раз в месяц. Да, я не представляю. Я не говорю. И давно вы так какаете раз в месяц регулярно? Она говорит, вы знаете, я с детства, я говорю, а вам что, мама не говорила, что хотя бы раз в день надо, ну хоть раз в день надо какать? Она говорит, нет. Я говорю, а вы уже год на больничном, вас терапевты столько раз смотрели, я говорю, они что вас не спросили? Но это не в обиду, это не в обиду, конечно, своим коллегам, но, к сожалению, это факт, это факт, когда она не знает, пациент не знает элементарных вещей, понимаете? Человек не знает элементарных вещей. Как вы в этой ситуации поступили? Какое было лечение назначено? Что, Саша? Какое в итоге назначено было лечение? Расскажите, очень интересно, какое решилось. Мы с ней начали работать, я ее начала делать, я с кем, это одна из первых моих пациенток, то есть я вот в стационаре, в кабинете мануального терапевта с ней работала, на шестом этаже у нас, и я начала с ней работать животом, в пятске массажа живота. Тогда никакого гидроконотерапии МОКа у нас в помине не было в городе, вообще это 20 с лишним лет назад было, значит, я ей давала домашнее задание, она выполняла домашнее задание, и где-то на пятый день, на четвертый, на пятый день она приходит ко мне и, знаешь, извиняется, 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 я понять не могу. Я говорю, так вы мне скажите, чего вы извиняетесь? Она говорит, я не могу вам сказать, мне стыдно. Я говорю, ну это же вас тревожит, я же вижу, что вы обеспокоены. Я говорю, у вас все хорошо, головная боль прошла, вы раскакались, стали спать хорошо, то есть к пятому дню я уже легче стала, слабость уменьшилась на 50%, говорю, уже можете пешком даже на шестой этаж подниматься. Я говорю, я не могу понять, почему вы обеспокоены. Я говорю, знаете так, поскольку я с вами работаю, мне-то вы хотя бы скажите, другие можете не говорить, вы мне-то скажите, я должна разобраться, что вас тревожит. Она говорит, знаете, Саш, ты сейчас будешь смеяться, наверное, все будут смеяться. Она мне говорит, мне, конечно, очень стыдно, но раз вы настаиваете, я скажу. Все эти дни, пока я к вам ходила, я вас крыла матом, который только знала, десятиэтажные. Вот какие только бранные слова есть, я все посылала в ваш адрес. Но почему, говорит, ноги меня к вам вели, я не знаю. Интуиция хорошая, она ходила, но у нее было плохо, потому что токсикоз же, у нее там бежит, здесь бежит, естественно. Ну, представляете, раз в месяц, как это... А, я поняла, то есть эффект от вашей процедуры у нее шел, ей было худо, и она вас ругала, но при этом шла, потому что понимала интуитивно, что это выход. У нее был дренаж, во время дренажа немножко все обостряется, токсины железнодостойные, человеку плохо встает, у нас пациенты тоже. Я-то радуюсь, я-то знаю процесс, я говорю, классно, хорошо, какие... Он говорит, что радоваться, у меня галат трещит, у меня давление по 200, я вся прыщиками зашел, я чешусь, а вы все хорошо, да хорошо. Они злятся на меня некоторые даже, а я их успокаиваю. Я говорю, так это же хорошо, это очень хорошо, надо просто только помочь организму. И 95% это людей понимают, мы добавляем просто адсорбенты, делаем гидрокоммунотерапию, у людей через 2-3 дня весь этот диском... Это не у всех, это бывает может быть процентов 10, процентов 80-90 у людей с первых дней наших техник всех оздоровления, соблюдения питания, диеты, рекомендаций, им сразу лучше становится, понимаете как? Ну вот, ну у всех по-разному, но этот момент имеет быть место. И вот она, и у нее все, 2 недели мы с ней прошли, у нее все жалобы исчезли, она пошла работать. Это не симулянт, это обычная женщина, трудолюбивая, которая действительно не могла работать, и у нее действительно была слабость, головная боль от того, что она какала раз в месяц. Вот, а теперь я дальше продолжаю диагностику, слушайте, друзья мои, теперь вы должны четко знать по калу. Это основной критерий оценки работы вашего всего брюшного мозга, желудочно-кишечного тракта. Ну по количеству раз вы уже поняли, да? Сколько раз ты в день ешь, сколько раз ты должен какать. Ну минимум для городского жителя хотя бы один раз в день, минимум для взрослых. Второе, это консистенция стула, он должен быть сформированной колбаской. А некоторые говорят, я нормально пакаю, даже 3-5 раз в день, но у него стул кажется образный, не сваренный, особенно это касается сыроедок-веганов. Ты, независимо от чего, что ты кушаешь, у тебя пища должна быть переваренной, оформленной колбаской. Это тоже должны знать. Следующий момент, это запах. Запах должен быть нейтральный, либо ближе к приятному. Если после тебя стыдно зайти в туалет, и ты куча дезодорантов, брызгешь, освежителей воздуха, это не есть хорошо. Это гнилостные процессы процветают внутри желудочно-кишечного тракта. Некоторые родители приходят, у них основная жалоба, кстати, вот на это. Они говорят, вы знаете, вот моему ребенку полтора года там, или 2-3, но говорит, когда он маленький, вот водит 2 еще на горшок, когда так вот. Но когда он покакает, ну просто дышать нечем вообще. Даже дезодоранты никакие не помогают, освежители никакие не помогают на чистителе воздуха. Настолько запах едкий, специфический. А ребенок неспокойный, у него же кожа сухая, шелушится, где-то там экзема, псориаз, у кого что, понимаете, у детей чаще на коже все вылазит. То есть это признак, опять же, чего у нас? Зашлакованности кишечника мы сейчас обсуждаем? Или желчный пузырь все дает? Я сейчас говорю про кишечник. Значит, сформированный должен быть, без запаха, оформленный. Еще есть один критерий оценки кала по воде. То есть вот колбаска упала в унитаз, она не должна тонуть. А некоторые говорят, ну знаете, у меня оформленный, но она хоп, туда бульк и улетела. Извините за выражение, говно не тонет. Оно должно плавать на воде. Если она утонула, это тоже некачественный столб. Саша, это смешно, но знаете, вот это надо знать, а люди не знают. Я просто представляю людей, которые подключились без подготовки к этому эфиру, которые вот только вошли в эфир, и сейчас на них сразу обрушивается информация. Ольга, продолжайте, безценная информация, об этом никто не говорит, шикарно. Кому интересно, и кто захочет знать о себе, они будут слушать и делать. А кому не интересно, ну пусть таблетки, лекарства пьют, операции делают. Пусть у них как-то, да, давайте. Продолжайте. Дальше. Следующий момент. Это присутствие каких-то веществ в калии. Это слизь и кровь. Их тоже быть не должно. Если много слизи, это показать, что кишечник воспаленный, и там много грибов. Вот как насморк у носа убывает, точно так же насморк, образно говоря, в кишечнике. Там вся слизистая, отечная, воспалена, кишечник старается все это скинуть, выкинуть, и у человека в калии периодически слизь. Некоторые даже говорят, в медицине называется это ректальный плевок. То есть он покакал, потом раз, еще просто слизь отошла. Кстати, нос, он у нас связан напрямую с кишечником. И вот кто страдает часто носом, риниты, полинозы, гайболиты, это все кишечник. Надо просто элементарно снять спазы напряжения с кишечника, провести там очистительные мероприятия, и нос лечить не надо детям. У детей у всех же здесь начинается все, у них носоглотка страдает первым делом. Почему? Потому что кишечником никто не занимается, никто и не знает, что кокасечки должны быть у детей другие. Ну, там другая диагностика, я уж не буду сейчас все мешать по детям, по взрослым хотя бы начните с себя, со взрослых. И вот, пожалуйста, вам покалу. А дальше теперь, у нас время с вами, да? А теперь давайте все-таки рекомендации, потому что бесконечно можно говорить о диагностике. У нас, кстати, есть вот такой атлас, атлас проекционных зон, где действительно нарисованы все проекционные зоны на теле всех внутренних органов. Вот. А мне хотелось бы больше дать еще сейчас рекомендации, а что делать. Вот давайте с кишечникой начнем, потому что почки, они тоже за брюшином находятся, и просто я думала, конечно, почки важно, но если ты дерьмо с организма не выведешь, почки все время будут зажаты, будут поясниться, болеть, будет вес копиться, давление высокое, потливость и так далее. И только нарушение осанки, это все почки. Но они за... Вот они, видите, это у нас топ-модель с вами. Вот он кишечник, видите, тонкий, посередине вот толстый, синенький по краям, да? А там за ним, если вот так просто убрать, нашего Франческо разложить по полочкам, вот эта вот брюшина у нас с вами такая оболочка, и там за брюшином вот располагаются две почечки наши с вами. И если... А вот это подушечка, вот как подушка у нас для головы, вот для почек подушкой является наш кишечник. И если в кишках раз в неделю человек какает, или несформированный стул, пусть 3-5 раз в день, но он кожецеобразный, несваренный, зловонный, кишки будут воспалены, они будут напрягаться, тут спаечный процесс будет образовываться, и все это там за брюшином давит на почки. Почки будут всегда страдать, поэтому какой бы вы орган оздоравливать не начали, вы всегда должны начинать с кишечника. Поэтому давайте вот с него и начнем. Кто захочет, уже сейчас может попробовать, что нужно делать. Ну, в первую очередь, это питание. Это питание, которым наверняка группа ваших слушателей этим уже давно занимается, но тем не менее, может быть, что-то еще новенькое услышите из наших уст, да, от нашего центра, это в первую очередь исключить все кисломолочные продукты, все хлебобулочные продукты и все сахарсодержащие продукты. Насчет мяса все индивидуально. Моя команда светлячков это знает, но у нас очень много новеньких, да, подсоединившихся, постоянно мой блог растет, и тут очень много людей, которым нужна эта информация. Да. Почему? А многие спросят, а почему кисломолочку нельзя? Да, вы знаете, дело в том, что все кисломолочные продукты, они вызывают рост грибов. Вы можете провести эксперимент. Взять и просто неделю не попить молоко с кефиром, и не есть творог, не есть йогурт. Вы увидите, что, а, кстати, это тоже диагностика, по языку только. У нас на языке тоже проецируются все внутренние органы. Сейчас я вам язык найду, у нас тут папа, если он тоже есть. И налета в норме на языке быть не должно. Вот он язык. Налета быть на языке не должно. Тут тоже проецируются все внутренние органы, так же, как на лице, на других частях тела. Так вот, если отменить молочку, практически пол языка у вас точно очистится, у детей может быть сразу весь язык. Язык – это продолжение желудочно-кишечного тракта. Да, вы посмотрите на свой язык сейчас. Я сразу, да, очень интересно. И это тоже лаборатория на дому. Многие же не верят, и потом у нас очень много мифов, да, пейте, дети, молоко, будете здоровы, кальций, как же творог, кальций, где будем брать и так далее. Это все мифы. У нас кальций, кстати, вырабатывается левой почкой, вы уже поняли уже, потому что кальцийовый обмен зависит от левой почки. Если уж хотите кальций получить, ну тогда кушайте кунжутное молочко, кунжутный урбеч, репу. Репу в сказке только дети знают. Вон мы репу едим по целой тарелке в день. Знаете, она какая вкусная? Если ее почистить, запечь в печке, это примерно как банан получается. Обалденно вкусно, полезно, и растительная клетчатка для кишечника, и в то же время источник кальция, ну и там много микроэлементов. В общем, вот по языку. Если вы исключите кисломолочные продукты, вы уже избавите организм от многих заболеваний. В первую очередь у вас пройдет слизеобразование, у вас пройдут все насморки, чихание, носоглотка, горло. А вообще все кисломолочные продукты, они дальше в перспективе вызывают в том числе онкологические заболевания. Все промежуточные я не перечисляю. Минимум РЗ, максимум дальше онкология. К нам приезжала пациентка из страны, где они постоянно... В какой стране у нас едят все время молоко с кефиром, с творогом, йогуртами. В Финляндии? В Финляндии. В Финляндии она была. И вот она там работает врачом. Вы понимаете, я люблю смотреть на животных, на детей и на людей. У нас много информации. Надо на жизнь смотреть, на природу. Она тебя никогда не обманет. И вот она пришла, сидит тут в моем кабинете, вот тут напротив стульчик у меня рядом со столом. Говорит, знаете, Ольга Евгеньевна, мне так страшно. Она работает с людьми, которые вот на пенсию уже выходят. Знаете, у них у всех деменция, слабоумие. Я говорю, а что они кушают? Первый вопрос я задала. Как что? Как обычно. Утром кофе с молоком, потом йогурт, потом творожочек. Также на ночь ставят на кефир. Знаете, молочко в течение мяса, кальчик, куа, еще замокнули. То есть они целый день на кисло-молочных продуктах. Я говорю, ну так вот и смотрю. Думаю, что они обращаются на кальций. Если вы не хотите быть слабоумным с деменцией, значит, надо убрать кисло-молочные продукты. А так они вызывают варикоз, геморрой. В общем, все болезни, они забивают сосуды все. Теперь перечный кишечник, а дальше все сосуды. Ну и все, а дальше процветают все болезни разные. Вот вам, пожалуйста, кисло-молочные продукты. А кальций где брать? Восстановить работу левой почки. Я вам сказала, это кунжут, урбеч кунжутный, кунжутное масло и репа. Самые богатые продукты кальция. Все в природе есть. Ну и в том числе зеленое, да? Все зеленое, очень много содержит кальция. Ну вот, это мы с вами по диете, по диете. Но смотрите, детям и взрослым, особенно женщинам, да хоть и мужчинам, сладкое надо обязательно, углеводы. Я вам сказала, исключить сахар и сахар, содержащий продукты. А где же брать углеводы? Вы их будете брать не в сахарозе, а в фруктозе. Это мед, курага, изюм, финики. Пожалуйста, кушайте. То есть у вас печень будет качественно работать, мозги будут хорошо функционировать, интеллектуальные все способности будут процветать. И в то же время не будет кариеса, не будет... Простите всех потише, пожалуйста. Вот. Далее, по питанию. Значит, по воде я вам уже сказала. Пить жидкость, воду чистую, не кипяченую, фильтрованную, из расчета 30 мл на 1 кг веса. Это касается и детей, кстати. Ребенок родился, он весит сколько? 3 кг? Ну, в среднем. 90 мл. Я тебе, Саша, сейчас говорю, кстати. Ты скоро родишь, ты должна это знать. Ребенок должен пить воду. Молоко для ребенка это еда. Это как мясо, это белок. Белок. Плотный. А воду он должен пить. Почки без воды жить не могут. Человек рожденный состоит на 90% из воды. На 90, понимаете? Поэтому он вообще 9 месяцев как рыба в воде. Где? В околоплодных водах берет. И поэтому воду ребенку обязательно давать. Ну вот. А дальше он будет расти, количество воды будет увеличивать. Взрослому примерно надо 1,5-2 литра чистой, некипяченой, фильтрованной воды пить. То есть это 1-2 стакана до еды минут за 10-15. 15 выпивать. И примерно через 1,5-2 часа после еды тоже нужно пить водичку. 1-2 стаканчика. Кстати, знаете, у меня была пациентка. Вам вообще интересно, я пример рассказываю? Саша. Да, конечно. Например, это самое крутое. Смотрите. У меня на балконе вертолеты, а в доме до дети. Я не знаю, куда мне спрятаться. Да нормально. Пускай вертолеты жужжат. Лучше дышите свежим воздухом. Вам он нужен сейчас. Значит, она пришла ко мне с жалобами на отеки, на боли в пояснице, на мочекаменную болезнь. Выросли камни в почках. Остеохондроз, давление, отеки. Основная жалоба отеки. Ей доктор сказал полгода назад, врач-уролог, раз отеки, надо уменьшить жидкость. И она уменьшила объем жидкости до 1 стакана в день. Ну, логично же, раз отеки, значит, надо меньше пить. Согласны? Всем вроде бы понятно это. Нет, для меня это нелогично абсолютно. Для людей, которые неосведомлены в этой теме, для них доктор сказал меньше пить. Она уменьшила дар его стакана в день. К сожалению, да, доктор сказал. Вот, а дальше, слушайте, у нее она выполнила все. Что есть? Законопослушная такая вот ответственная, все выполнила. У нее камень еще больше вырос, давление поднялось еще больше, заболела не только поясница, грудной отдел и шея начала болеть, уже перестала крутиться. Что-то там она еще сказала. Таблетки от давления уже перестали помогать, а отеки стали еще больше. При условии, что она уменьшила бы стакана в день воды. То есть убавление, уменьшение количества объема воды не решает проблему с отеками. И вот она поняла, что уже... В том числе и у беременных, верно? Совершенно верно. Так же беременным говорят. И она решила другим путем, вот вышла на нас. Приходит и говорит. Я говорю, хорошо, конечно, ей сразу полтора-два литра не назначить, если она стакана в день. Я говорю, давайте мы с вами потихонечку будем пить. Мы с ней за две недели убрали 90% отеков. Убрали все таблетки от давления, которые, кстати, ей не помогали. У нее давление снизилось до нормы, 120-130 выше не поднималось, на 80-90. Было там уже за 200 зашкаливало. Прошли боли в пояснице на первом и в шейном отделе. И вот. Что делала? Да все то же самое. Питание, вятский массаж живота, пиявочки. Первым делом питание. Очищение кишечника. У нее там все забито было. Почки-то как в забитом кишечнике могут функционировать и выводить все? Они не могут. Начинали с кишечника. Вот то, что вы мне говорили про касторку, про касторовое масло. Конечно. Хорошая рекомендация. Давайте поделимся людям, какие-нибудь такие лайфхаки покидаем, чтобы они уже сейчас могли как-то себе помочь. Да-да-да. И, пожалуйста, надо начать с питания. У многих людей, которые просто уже коррекцию в питании 80-90% растительной клетчатки включат, у них уже кишечник будет чиститься без сягой касторки. Потому что питание очень важно. Ты же касторку не будешь прям по жизни на какие-то курсы прошел и все. А питание – это основное лекарство. Вообще лекарством должна быть ваша еда. Поэтому я немножко акцент, особенно при первой встрече, говорю на еду. Просто вы меня не торопите, я про касторку тоже скажу. Но вначале важна еда. Еда. У детей без касторки иной раз все проходит за неделю-две, только они убрали все, вот что я перечислила. И у них уже все прошло. И кожа очистилась, и нафиг прошел, все. Ну вот, значит, вот по идее 80-90% свекла, курага, изюм. Есть такой хороший рецепт, особенно те, кто не могут пить касторку. Кстати, вот с него можете начать. Значит, берете полкилограмма изюма, полкилограмма чернослива и пол-литра воды. Варите как компотик. Дальше все в блендере перемешиваете. Получается гемогенная такая густая масса. И туда добавляете одну бутылочку в аптеке, надо купить. Холосаз. Холосаз. Это сироп шиповника. Холосаз. И у вас получается такая консистенция густой сметаны. Кладете все это в холодильнике, храните. И каждый день кушаете по 1-2 столовых ложки на ужин. У кого склонность особенно к застойной желчи, склонность к запорам, к нерегулярному стулу. Вот это могут точно уже начать. Могут, конечно, попробовать. Это что поможет? Поможет начать стулу регулярно отходить? Верно я понимаю? Это уже да. Это мягкое такое вот. Детям можно? Что? Детям. Можно такое? Вот это детям, детям. Хорошо. С годика уже прикорм, когда даете, с годика спокойно можно давать. Это вкусное лекарство. Это не касторка, которую мерзко пить. Когда привыкнуть на строй надо. Хотя она решает иной раз за 1 столовую ложку решает. Ихтиоз уходит. Много там чего уходит. В общем, ну и вот теперь добираемся до касторки. Коррекцию из питания вы сделали. Курагу с изюмом, с холосасиком поели уже. И вот решили... Пьем много водички. Почиститься, да. Водичку пьете, все соблюдаете. И вот для начала раз в неделю попьете касторочку. Начинать надо взрослому человеку с 1 столовой ложки. Вообще доза по Машковскому, это справочник для врачей руководства, это 1 мл на килограмм веса. Это большая доза. То есть если в среднем человек весит, допустим, 60 кг взрослый, то есть он должен выпить 6 столовых ложек. В 1 столовой ложке 10 мл. Это очень много. Не надо так пить по справочнику. Начинайте пить все в дозе годовалого ребенка. Ребенок в год весит 10 кг, и поэтому и взрослые, и дети начинают пить с дозы годовалого ребенка. Это 1 столовая ложка, 10 мл. На голодный животик, и потом 2-3 часа ничего не кушать. Люди, у которых много застойной желчи, она очень ядовитая, токсичная, вас будет даже с одной ложки тошнить, мутить, и некоторые могут даже с унитаза не слезть. 4, 5, 7, 10 раз могут. Это хорошо, не бойтесь. Это нормально, да? То есть не надо пугать, восстанавливаться. Можно даже голову покружить. Может даже некоторые в обморок падают. Это редко, но бывает, я вас предупреждаю, потому что мы на широкую публику без консультации работаем, чтобы потом не было никаких вопросов. То есть если боитесь, не пейте. Можно под присмотром врача все это делать. Но лучше я буду с вами как-то так вот. На контакте. С нами, с другим доктором, к кому вы доверяете. Вот смотрите. Ну так, в принципе, конечно. Вы знаете, есть такой мультик, кстати, про касторку. Может быть, знаете, русский мультик. Там он лежит, ребёнок, значит, у него тут такая повязка, горло у него болит. И рядом тумбочка стоит, и большая такая ложка, и большая бутылка. И написано «Касторка». Понимаете? Раньше лечили касторкой все болезни, в том числе простуду. А сейчас что назначают? Не буду говорить. Я пускаю эту тему, все знают, что сейчас дают. Зачем? Помогите просто организму чистоту, порядок навести. Касторка это делает. Коррекция питания, вода это всё делает. Я сейчас вспомнила, по-моему, даже в «Буратино», в «Сказке», там не буду, не хочу пить касторку. И в «Буратино» у нас много мультиков старых российских, когда русских, истинно русских, где лечат касторкой, всегда лечат, лечили. И вот до смешного доходит, но касторка это лекарство от всех болезней, от всех болезней, понимаете? Вот, смотрите, значит, у нас просто по времени не очень много. Да, Ольга, смотрите, у нас ещё минуты и четыре. Четыре. У нас есть в Ютубе благотворительная информация по касторке, а там полтора часа о беременном, с желчнокаменной болезнью, детям, часто встречающиеся вопросы. Как найти, как называется это видео? Да, как там называется-то? Всё о касторке, просто набирайте Гуреева Ольга, касторка, найдёте там, я думаю. У вас есть канал, на котором все эти видосики выложены, да? Конечно, у нас есть Инстаграм, есть канал, есть сайт, кому интересно, сейчас же, Господи, с любой точки земли можно... Давайте сделаем так, вы сегодня в свои сторис, вот у ваших, я вас сегодня сейчас ещё после эфира отмечу у себя в сторисах, чтобы они переходили к вам, а вы у себя выложите вот эти все полезные ссылочки. Там массаж холистический, ссылку прикрепите, потом видео про касторку, ссылочку прикрепите, чтобы люди могли уже, да, взять на вооружение уже сейчас. Саша, у нас очень много благотворительной информации, куча интересных рецептов, мы стараемся выложить, чтобы люди могли пользоваться, понимаете? Да видно уже, чтобы готовы реально всю душу отдать, только бы действительно люди поняли о своём здоровье и начали разбираться самостоятельно. И сейчас у нас вот плановый такой будет вебинар, мы его уже не первый раз проводим, он у нас как раз онлайн будет, в течение месяца он у нас проходит под нашим наблюдением, с обратной связью в чате, и вопросы мы вам отвечаем ежедневно. Он будет с 12-го, по-моему, мая, да, с 12-го мая называется курс «Здоровым быть легко». Это действительно так, здоровым быть легко. Вот кому интересно, могут включиться, например, в этот курс. И там вот эти все вопросы, да, умение диагностировать самостоятельно. Да, да, там задание будет. Там первая неделя у нас будет как раз кишечник, там я буду подробно всё давать, полтора часа, только о кишечнике всё, и плюс домашнее задание. Человек в неделю выполняет задание, обратную связь держим. Там вторая неделя почки, всё по почкам, третья неделя, вторая неделя печень и желчный пузырь, третья неделя почки, четвёртая неделя нервная система. То есть мы 4 основных систем за месяц, вот в домашних условиях, каждый дом под нашим наблюдением будут проводить. И там вот эти рецептики а-ля изюм, чернослив, о, супер вообще. И диагностика подробно будет, и диагностика, и в то же время рекомендации прямо по пунктам, они будут в письменном виде выдаваться, и устно я буду рассказывать, и что-то непонятно люди могут задать вопрос, спросить, потому что сейчас, конечно, хочется действительно много вам сказать и поделиться многим. Но в завершение, что хочу сказать, у нас есть с вами 3 мозга, вообще больше есть, но давайте хотя бы с трёх начнём основных. Все знают головной мозг, да, это компьютер мозговой, он управляет всем, да, все болезни от нервов. Но надо помнить, что у нас есть с вами брюшной мозг, вот он, где я его выложила, да, Франческо, есть брюшной мозг. Это желудочно-кишечный тракт, где тоже имеет нервную систему, и там тоже есть нейроны, их, кстати, больше, чем в спинном мозге. Можете себе представить, в желудочно-кишечном тракте располагаются нейроны, как в мозгу, в головном и спинном, их больше, чем в спинном. Так вот, и этот брюшной мозг, он тоже может управлять головным мозгом. Если тут навести порядок, у человека меняется настроение, характер, психика, 70-80% иммунитета в животе, все обменные процессы эндокринка в животе, а не в молоке с хлебом, понимаете? Так вот, пеку, по сути, надо немножко кушать, немножко, и правильно, тогда будет все в порядке. Так вот, и еще есть третий мозг, знаете, какой? Так. Саша, знаешь, какой третий мозг у нас есть? Четыре. Четыре. Ну, да, головной, спиной, это как бы вместе я, хоть это отдельно, но это центральная, наверное, головной, спиной. Так, да, кишечник третий, получается. Брюшной мозг, а есть еще сердечный мозг. Ого! Сердечный мозг. Сердце у нас с вами, оно управляет, но это тоже отдельная тема, конечно же, но оно управляет, вот, например, эритроцит. Он у нас сколько живет? Три месяца. Кто это ему вдруг дает команду, что через три месяца эритроциту надо на утилизацию в селезеночную артерию влево повернуть и пойти в селезенку, чтобы трупики не правыли по крови? Вот ты сейчас беременная, кто нам дает информацию, чтобы девять месяцев эритроциты максимально туда к плоду ходили и кормили твой плодик, понимаешь? Да, да, да. А потом ты перестала, ты родила, там уже нет такого количества эритроцитов. Они в другие места распределяются. Суда к молочку будут распределяться, понимаешь? Кто это дает? Сердце. Видимо, да, сердце. Поэтому еще один самый сильный рецепт есть. Вообще от всех болезней. Вообще можете к нам не приезжать и даже ни на какой курс по здоровью не приходить. Включите здесь любовь. Любовь. Измените качество любви. Начните это с себя. Вот вы сейчас уже любите, слушайте. Надеюсь, я вас заинтересовала. Ну, полюбите себя. Ну, съешьте-ка сторочки ложечку, я не знаю, там. Ну, я не знаю, свеколки поешьте, проверьте хоть что-то начните для себя делать. Какую-нибудь бирюлечку женщины себе красивую купите. Что-нибудь для себя хорошее сделайте, что вы уже давно хотели. Вот очень давно. Вот не делали. Мужчины там свое, женщины свое. Начните с себя. Потому что если каждый человек сам себя сможет изменить изнутри, тогда изменится весь мир. Тогда все шлагбаумы откроются и будет действительно мир на земле. Не только мир в каждом. Ведь мир на земле зависит от мира в каждом человеке. Знаете, так хочется... Это то, о чем мы сейчас и говорим во время пандемии. Я когда начинала работать, мне говорят, Гуреева, ты сумасшедшая. Я говорю, знаете, а у меня цель, чтобы на планете Земля все люди были здоровы. Она говорит, такого быть не может, ты фантазерка. Я говорю, я не фантазерка. Я не фантазерка. Такое может быть, реально. Я верю в эти вещи. Не обязательно отправляться на тот свет и попадать в рай. Можно рай устроить здесь, на земле. И это все зависит от нас с вами. Начни с себя. Начни с себя. Сделай в себе. Мне кажется, сейчас для этого самое подходящее время, когда люди начали просыпаться, осознавать и заглядывать внутрь себя и менять, полностью трансформировать себя. И те, кто были раньше... Да и я сама была совсем раньше другим человеком, открывают в себе абсолютно неожиданные, неизведанные источники действительно любви, принятия к другим людям, доброты. И вот с этого и начинается, когда ты принимаешь мир таким, какой он есть, ты начинаешь принимать себя таким, какой ты есть. И это и есть любовь к себе. Я есть то, что я есть, и я люблю себя. Вот таким. Ну вот, друзья мои, у нас еще есть время, или мы уже завершаем с вами? Знаете что, Ольга, я предлагаю, если вы не против, я просто пообещала вчера людям, что мы ответим на их вопросы, но поскольку у нас была очень интересная информация от вас, я могу сейчас закончить эфир, перевыйти, и мы немножечко времени посвятим ответу на вопросы. Ребят, если вы за... Сейчас я включу комментарии, а то я их выключила. Так, turn on commenting. Да, если вы за, пишите вот так. Я могу сейчас закончить эфир, перевыйти, и Ольга поотвечает на ваши вопросы хотя бы какое-то время, потому что я знаю, что вы готовились к этому эфиру, многие ждали, действительно, да, пишут готовы. Хорошо, вы готовы, Ольга? Вы посвятите нам еще несколько минуточек, чтобы ответить на вопросы? Ну, конечно, конечно. Ну, все, супер, тогда сейчас через минутку добавляйтесь снова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.